Добрый вечер, дорогие друзья! Я закончил с работы и поехал по магазинам. Вот с какой целью. Дело в том, что наступило 9 мая. Это праздник, как говорится, со слезами на глазах. Но для меня это не праздник, потому что действительно, когда я смотрю здесь могилы, ребят, которым не было и 20, лежат на кладбищах. Когда я вижу памятник, где лежит молодой 17-летний мальчишка каменный, то я понимаю, что это просто страшное горе для обоих стран, которые стравили два придурка, два усатых. Идиота. Вот, а поплатили жизнями, по последним данным, Россия 45 миллионов и Германия 7 миллионов. Поэтому я сегодня решил его немножко отметить по-другому. Я купил цветы, я сейчас буду их здесь сажать. Вот, а потом, как водится, сяду и выпью за немецких ребят пиво, за русских, к сожалению, водки нет, тоже пиво. Но, тем не менее, я думаю, они это оценят. Ведь не важно, что произошло, важно, что этих людей больше нет. И вот им-то надо памяти отдать. Что я сейчас и сделаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Эти цветы будут цвести все лето И будет мне напоминанием о том, что произошло и этих ребятах Ладно, когда мужики такие, как я, моложе там чуть А это совсем же мальчики, которые, может быть, даже и полюбить-то не успели Я говорю теперь о русских и о немецких ребятах Потому что их никто не спрашивал Они также в Берлине с одной винтовкой и пятью патронами на двоих Пытались защитить не Гитлера, а своих матерей, своих сестер Вот эти молодые мальчишки, которые погибли Потому что с патроном можно на танк идти, но он у тебя один Потом Этого мальчика останется месиво Поэтому для меня это не праздник Для меня это день памяти И этим я сейчас и занимаюсь Да, это немецкие булочки Понятно, что это не кусок серо-черного хлеба на стакане с водкой Но вы знаете, я вам говорю, что немецкие мальчики тоже любили булочки Поэтому я буду с немецкими атрибутами, с немецкими пьем Поминать тех и тех Мне это очень жаль, что так произошло Могло бы, ведь все по-другому, все иначе могло быть Но, видать, так распорядилась судьба И посему Я не буду праздновать Особенно То, что сейчас в России превратилось в празднование Извините, мне стыдно Мне стыдно, когда чиновники превращают Не все, как знаете У одного, который не хватало, я не помню Минотас или То-то греческий Бог и полубух За что он не брался, все превращалось в золото За что только не возьмутся русские чиновники Превращаются в дерьмо Идея, которая была названа Бессмертный полк Была настолько опошлана И когда я вижу, что им дают выбирать Как лезенцы это Какого? Кто у вас? Генерал или кого вам дать? А потом все это валяется На Помойке Когда я вижу тысячи людей, идущих по Красной площади Бряцающих медалями То я спрашиваю себя, кто эти люди Когда я вижу, как вместо ветерана подставляют какую-то тетку Которая герой Советского Союза Потому как она якобы перевязывала Рокоссовского Совершила геройский подвиг И ее берут вместо этого больного ветерана Когда я знаю, что просто мы немцев захлебнули кровью наших мальчишек Они захлебнулись кровью наших мальчишек Которых, как говорил великий полководец Жуков Солдат не жалеть Бабы еще нарожают Это до какого цинизма надо было дойти Я вам скажу так Если вы не знаете, немецкие офицеры Никогда бы такого не сказали То есть офицеры, которые, ну скажем так, были в окопах и так далее Я не знаю про высший состав, там тоже самое, наверное А те, которые были в окопах Как и, наверное, советские командиры Но в немецкой армии не было загранотрядов Не было смерча Понимаете? Поэтому для меня, я говорю, мне этот праздник всегда Как бы, я его двояко ощущал Потому что я ощущал себя российским немцем И я ощущаю себя до сих пор И поэтому мне жалко тех людей, которые сгнили уже в русских концлагерях Да? Мне жалко русских солдат, которые погибли в таких же немецких концлагерях То есть для меня война это не победа Тем более это первая победа За которую заплачена огромная цена Поэтому я снимаю шляпу Шапку Перед теми и перед другими И призываю вас делать то же самое Это не праздник Это не показуха Это должно быть внутри Боль за этих мальчишек Память об этих мальчишках И желание, чтобы это еще раз не повторилось Вот суть этого дня 9 мая Поэтому я поднимаю эту кружку Чтобы выпить в память О тех мальчишках И с той, и с другой стороны И за то, чтобы их жизни не пропали даром Чтобы этого больше никогда не случилось И наши народы не стравили вновь Вот за это я пью Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!